Здравствуйте! Это программа «Скажите, доктор». Сегодня мы продолжим наш разговор о детях, а именно о режиме дня для малыша в возрасте от полутора до трех лет. Правильная организация режима дня – важный фактор, влияющий на здоровье ребенка. Для ребенка раннего возраста режим является основой воспитания. На протяжении первых трех лет жизни работоспособность нервной системы ребенка постоянно меняется, поэтому целесообразна смена режима в разные возрастные периоды. О том, как правильно сформировать режим дня для вашей дочки или вашего сыночка, мы поговорим с гостем нашей программы, заведующей детской поликлиникой Светланой Попковой. Светлана Александровна, добрый день! Сегодня наша с вами беседа будет посвящена режиму дня детей от года до трех. Расскажите, чем обусловлена, наверное, актуальность нашей беседы? Так, ну почему я хочу в своей беседе коснуться именно режима детей от года до трех? Потому что до года ребенок, как правило, практически ежемесячно находится под наблюдением педиатра, и мама может своевременно получить ответы на свои вопросы. После трех лет ребенок, как правило, идет в детский сад, и его уже режим там строится под контролем медиков и воспитателей. А в период с года до трех здесь как раз мама остается с ребенком, как говорится, один на один. Для ребенка в возрасте от года до трех. Режим дня имеет первостепенное значение, потому что режим дня способствует правильному физиологическому и психологическому развитию. Ребенок рождается маленькой крохой, 3 килограмма весом, и он умеет практически только спать, есть и плакать. И за три года его нервная система делает огромный скачок в развитии. Ребенок учится говорить, ходить, сидеть и многое-многое другое. Режим дня является основой здорового образа жизни. Правильное чередование периодов сна, времени отхода ко сну и подъема, регулярного приема пищи. Выполнение ряда гигиенических мероприятий позволяет поддерживать активность в течение всего дня и избегать ненужного и нервного и эмоционального перенапряжения. Маленькие дети легко привыкают к определенному распорядку дня. Если их в одно и то же время укладывают спать, идут на прогулку, то никаких затруднений у ребенка не возникает. Ребенок не капризничает и в течение дня сохраняет ровное и спокойное настроение. Мы знаем, что особое место в режиме дня малышей занимает сон. Расскажите, сколько часов малыша должно отводиться на отдых? Действительно, важное место в режиме дня ребенка занимает сон. Не зря говорят, что во сне ребенок растет, потому что во сне за счет накопленной за день энергии идет формирование мозга и происходят восстановительные процессы, развивается тело. К концу первого года жизни общая продолжительность дня сокращается до 15 часов, но продолжительность ночного сна остается неизменной до 3 часов. Режим дня на втором году меняется дважды. До полутора лет ребенок спит два раза, по полтора-два часа. И уже ближе к концу второго года жизни переходит на один дневной сон. С какими проблемами может столкнуться и ребенок, и мама, если малыш не досыпает? Если малыш не досыпает, то значит он естественно стает более вялым, у него снижается активность, иногда по-разному. Некоторые дети наоборот становятся более агрессивными, плачут, у них снижается усидчивость. Специалисты разработали примерный режим дня для ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет. В этом возрасте малыш должен просыпаться 7 часов 30 минут. Как говорилось ранее, завтрак должен быть не менее чем через час. Оптимальное время для завтрака это 8 утра. За завтраком следует период бодрствования. В этот период можно погулять или занять ребенка полезной и интересной игрой. В 12 часов с малышом необходимо пообедать, а с 12.30 до 15.30 малыш должен спать. После пробуждения следует полдник и прогулка. В зимнее время года прогулку можно заменить домашним семейным общением, а погулять с малышом, когда светло, то есть после обеда. Вернувшись с прогулки в 18.30 малыша необходимо искупать. В 19.30 у малыша должен быть ужин и только после этого ночной сон. В это время карапуз должен спать с полдевятого вечера до полвосьмого утра. Следующий вопрос и наверное пункт в режиме дня каждого ребенка это питание. Сколько раз должен принимать пищу ребенок и меняется ли кратность приемов пищи в зависимости от возраста? Вторым важным моментом режима дня это питание. Естественно оно должно быть сбалансированным, то есть содержать все необходимые белки, жиры, углеводы. Но это отдельная тема, это тема для отдельной беседы. Среднее количество кормлений в этом возрасте 4. Перерывы между кормлениями от 3,5 до 4,5 часов. При правильных промежутках между едой к моменту приема пищи формируется здоровый аппетит. Для улучшения аппетита имеет также значение сервировка, выделение специальной красивой детской тарелочки. Ребенок может подготовиться к приему пищи, если ему дать поучаствовать в приготовлении еды. Ну и конечно не нужно кормить ребенка перед экраном телевизора, потому что в это время снижается активность пищеварительной системы и усвоение пищи замедляется. Еще один важный пункт, наверное, в развитии каждого ребенка это прогулки на свежем воздухе. Насколько они обязательны и какую пользу они приносят для растущего организма? Третьим важным моментом режима дня является активное бодрствование. Это может быть либо игра и обязательно это прогулка на свежем воздухе. Причем это не должна быть прогулка, сидя в коляске, а это должно быть либо подвижные игры, ну то есть активное бодрствование. Потому что это способствует развитию двигательной активности ребенка, способствует опять-таки развитию его мышечной системы, ну и таким образом, в общем-то, способствует правильному физиологическому развитию ребенка. Гулять нужно каждый день. Противопоказанием для прогулок может явиться только сильная ветреная погода. А так одеваем по погоде и гуляем каждый день. Любую маму волнует вопрос, как одеть малыша, чтобы во время прогулки он не замерз, но в то же время и не перегрелся. И то, и другое небезопасно для маленького человека. Вот основные правила, следуя которым вы без труда сможете правильно одеть кроху при любой погоде. Одевайте ребенка многослойно. На ребенка полутора-трех лет должно быть столько же слоев одежды, сколько на вас. Плюс еще один. Дети в этом возрасте на прогулке активно двигаются. Много времени проводят не в коляске, а на ногах. Позаботьтесь, чтобы одежда не сковывала и не ограничивала свободу движений. Для активных детей выбирайте влагоотводящую одежду. Надевайте на ребенка только качественную обувь. Не только потому, что ноги, как известно, нужно держать в тепле. Всегда сначала одевайтесь сами, а только потом одевайте малыша. Если же ребенок остался с мамой дома, вот как вы говорите, сильная ветреная погода. Чем можно занять своего малыша в возрасте двух лет, в домашних условиях? Ну, ребенок в этом возрасте, в общем-то, недостаточно еще усидчив. Вот. Поэтому нужно игры стараться менять. То можно дать ему полепить. Через 10-15 минут можно дать порисовать ребенку, потом активно подвигаться. Но, во всяком случае, это должно быть под контролем мамы. То есть, чтобы игрушки содержали достаточно крупные части, чтобы ребенок не мог подавиться? Мы знаем, что современные мамочки, наверное, грешны тем, что очень часто организовывают досуг для своего ребенка за просмотром телевизора или предоставляют ему возможность игры за компьютером. И при этом мы еще удивляемся, какой он вообще у нас способный и развитый. И вот уже все, что угодно-то он освоил. Насколько, наверное, это с точки зрения медицины полезно или же это, напротив, противопоказано для растущего организма? Ну, это однозначно можно сказать, что вредно. То есть, до трех лет, наверное, вообще не нужно ребенку включать телевизор, а тем более компьютер. Тут даже никаких не может быть других мнений. Потому что в этом возрасте, ну, и не настолько компьютер может нам дать какую-то развивающую составляющую. Что может стать альтернативой? Это общение со сверстниками и вообще, насколько важно, наверное, социализация ребенка. Достаточно ли ему общения с семьей, с мамой или же общения с детьми на детской площадке, или же в развивающей какой-то студии, или же это детский сад. Это также необходимая и составляющая успеха. Вот все, что вы перечислили, это практически все необходимо ребенку. Другое дело, что оно должно идти в чередование. Нагрузка определенного вида должна в этом возрасте не превышать 15-20 минут. Ну, и занятия должны чередоваться. То есть, те, которые спокойные и тихие игры, чередовать их с какими-то, так скажем, с физической активностью. Когда лучше всего начинать именно социализировать ребенка, то есть отдавать его в детский сад, или же записывать в какие-то студии? Если ребенок начинает уже ходить в детский сад, то он уже, как правило, получает ту порцию социального общения, в которой, так скажем, нуждается в этом возрасте. Ну и, наверное, дополнительно отдавать его куда-то в кружки особой необходимости нет. А вот если ребенок остается дома, то как раз альтернативой или хорошей добавкой к домашнему воспитанию будут являться вот эти вот кружки и дополнительные студии? Очень часто бывает и распространенная ситуация, когда малыш, находясь в условиях домашнего воспитания, считается здоровым ребенком, не болеющим. А как только он попадает в окружение своих сверстников, то есть начинает посещать детский сад, болезни буквально начинают его преследовать. Обычно говорят, вот неделю ходишь, две на больничном. В связи с чем это развивается? Ну это развивается, во-первых, в связи с тем, что ребенок иногда бывает не готов к детскому саду. То есть с момента посещения детского сада на ребенка обрушивается сразу изменение режима, отрыв от матери. Он встречается с новой какой-то микрофлорой для себя, которая отсутствует в их семье. И если ребенка не подготовить заранее к детскому саду, то вот как раз и начинает страдать иммунная система. То есть нужно постараться до садика. За два-три месяца нужно готовить ребенка к детскому саду. То есть приблизить максимально, если ребенок привык поздно вставать и поздно ложиться, то надо медленно, постепенно приблизить режим дня ребенка к тому режиму, который будет в детском саду. Потому что как раз раннее вставание достаточно, это стрессовая ситуация для организма. Какие самые распространенные вопросы задают вам молодые мамочки города Полевского, когда вы с ними общаетесь на ясельной комиссии? Всегда ли они, наверное, следуют вашим советам, которые вы им даете как профессионал? Это я им даю советы о том, что даже если вы уже получили путевочку в детский сад, вы заключили договор с детским садом, желательно на какое-то время отложить начало посещения детского сада, чтобы за этот период попытаться максимально придвинуть режим дня к режиму детского сада, отучиться от каких-то вредных привычек, если они есть. Потому что некоторые дети сосут пустышку, засыпают с бутылочкой, вот нужно отучиться от этих привычек. Большое спасибо вам за беседу, надеемся, что вы ответили на все самые распространенные и интересующие молодых мамочек вопросы, касающиеся, наверное, режима дня и подготовки малыша к посещению детского сада. Режим дня предусматривает определенную продолжительность различных занятий, сна и отдыха, в том числе отдыха на свежем воздухе, регулярное и калорийное питание, выполнение правил личной гигиены. И приучать ребенка к соблюдению режима дня необходимо с первых дней его жизни. Правильный режим дня и его своевременная организация является залогом здоровья ребенка, его легкой адаптации к садику, а в последующем и к школе. Это была программа «Скажите, доктор», смотрите нас в следующую среду. До свидания.